Всем привет! Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале Татьяна Love Nails. В этом видео мы будем с вами разговаривать о лаках для стемпинга. У меня далеко не маленькая коллекция. Прошу вас написать предположительно, какое количество у меня лаков. Конечно, те, кто со мной в телеграмм, количество уже знают. Первые оттенки, о которых мы сегодня будем с вами разговаривать, это конечно же белый и черный. Это самые базовые и, можно сказать, основные оттенки. Здесь у меня представители разнообразных торговых марок. Какие-то есть продажи, каких-то уже нет. Постараюсь их характеризовать, каждую торговую марку. Либо, во всяком случае, выделить самые основные моменты. Кто-то может задаться вопросом, зачем мне вообще вот столько лака для стемпинга. Естественно, моя коллекция собиралась далеко не один год. У каждого производителя я приобретала практически серии. У кого-то они были маленькие, у кого-то больше собирались они, соответственно, дольше. Также были некоторые любимчики, которые хотелось повторно иметь у себя в коллекции. То есть, когда закончится этот цвет, чтобы был точно такой же флакон в запасе. Таким образом, и собралась вся вот эта немаленькая коллекция. Первая торговая марка, о которой мы будем с вами разговаривать, это Monpretty. Лаки этой торговой марки, я думаю, многим знакомы. Они продаются как на сайте Алиэкспресс, так и на разнообразных маркетплейсах. Коллекция вот в этом формате, если не ошибаюсь они объемом 6 мл, у меня представлена полностью. Можно сказать, от аду я абсолютно все-все оттенки. А так как лаки для стемпинга я разделила плюс-минус по оттенкам, видео вы будете встречать эти флаконы еще не раз. Вот этот формат, можно сказать, очень давний. Несмотря на это, лаки для стемпинга все живы и здоровы. Из этой серии у меня нашлось абсолютно два новых завальцованных белый и черный цвет. Сейчас компанию выпускают в таком формате, здесь объем уже 10 мл, также у меня есть еще один запасной. В общем, что можно сказать об этих лаках, они работают отлично, вне зависимости от года выпуска, либо наполнения. Неважно, вот этот флакон вы возьмете или этот, или этот, все они будут идеально работать. Еще одним представителем сайта Алиэкспресс это торговая марка Николь Тайри. В свое время она также выпускала разнообразные объемы. Вот такой объем, такой и вот этот формат представлен в пластиковых флаконах. Также все эти лаки для стемпинга абсолютно живы и здоровы. Глядя на этот флакон, кажется, что все внутри пожелтело. На самом деле нет, желтизной отдает только снаружи, а внутри жив-здоров белый лак для стемпинга. На момент выхода видео, насколько мне известно, в продаже остался только вот этот формат. Пигментация и работоспособность у них без претензий. Лаки этих торговых марок также у меня с сайта Алиэкспресс. Ни тех и других на данный момент в продаже нет. Приобретались они много лет назад, тем не менее все живы и здоровы. Вне зависимости от бренда и торговой площадки, где они были приобретены, лаки имеют свойство расслабиться. Это не какой-то ни дефект и ни брак. Достаточно хорошенько встряхнуть лак перед использованием, и он будет готов к работе. Встряхнула флакон за кадром, как вы видите, все равномерно перемешалось, и лак жив и здоров. Можно выполнять стемпинг-дизайн. Еще один лак для стемпинга, который также с Алиэкспресс приобретались много лет назад. Черного бы не осталось совсем чуть-чуть, буквально на самом-самом донышке. В этом флаконе где-то плюс-минус половина. Лаки отличные, работоспособные и претензий к ним не имею. Лаки для стемпинга торговой марки Beauty Big Bang мне очень нравятся. Консистенция у них как будто маслянистая. К сожалению, на сайте Алиэкспресс их тоже сейчас не найти. В свое время, когда я увидела, что распродают остатки этой торговой марки, я накупила себе в запас белых и черных оттенков. Еще одни представители сайта Алиэкспресс это Кац в таком стеклянном флаконе, а также Зачой. Монто де Унис. Мексиканские краски для стемпинга. В свое время мне очень хотелось иметь их в коллекции, однако использовать практически не могу. У них резкий аромат, буквально как у краски для пола. Сняла видео обзор, использовала, наверное, где-то один или два раза какой-то оттенок и на этом все. В основном использую ацетоновые лаки. Еще один иностранный представитель это компания Claire Jelly Stemper. Здесь небольшой объем этого флакона, если не ошибаюсь 6 мл. В моей коллекции есть несколько оттенков, а также тот лак для стемпинга, который светится в темноте. Обязательно вам его покажу. Белые и черные лаки для стемпинга от компании El Corazon. Эти лаки для стемпинга мои первопроходцы. Именно с лаков для стемпинга Калейдоскоп я и начинала свою историю стомпоколика. Многие жалуются, что они слишком быстро сохнут, однако благодаря этим лакам я умею очень быстро работать в стемпинге. Представлено два разных объема 16,8 мл и отдельно есть матовая коллекция. Это лаки для стемпинга, которые не требуют перекрытия топом. Отдельно хочу уделить внимание матовой серии черному оттенку номер 101. На самом деле он не черный, а серый. Он получается не чисто черный, а можно сказать, что графитовый. Этот лак для стемпинга был приобретен давно. Возможно, на данный момент уже формулу изменили, поэтому на сайте читайте отзывы. Лаки для стемпинга Лесли с отличной пигментацией. Особенность этих лаков в том, что у них вот такая короткая кисть. Лаки отличного качества. Эти лаки для стемпинга не так давно мной приобретены. По поводу пигментации вопросов ни к одному у меня нет. Вот эти лаки для стемпинга мне напоминают по аромату, чем-то отдаленно похожие на Мондо Дунис, то есть на краску. Не на лаки, а на краску. Дальше наш разговор мы будем продолжать про серебристые лаки для стемпинга. У одних торговых марок серебро хромированное, у других ярко выраженное, у третьих с блестками. Давайте обо всех поподробнее. Вот эти четыре оттенка сайт Алиэкспресс абсолютно один в один. Это серебро очень красивое и зеркальное. Также цвет серебра от WhatsApp Nails относится к этой категории. Лесли чем-то похож, только в нем содержатся еще серебристые мелкие крупинки. Оттенок от Мойра, Чечень, Сеси и Калетоскоп, они относятся к матовому серебру. Что значит матовое? Показываю вам для сравнения. Вот здесь зеркальное серебро, а здесь оно приглушенное. Самый приглушенный оттенок серебристого, который есть в моей коллекции от Николь Дайри, если не ошибаюсь, это была хромовая коллекция. То есть это не основная коллекция, потому что в основной коллекции вот так выглядит серебро. Это совсем другое. И вот этот оттенок по сравнению с другими. Отобрала пять образцов и выполнила за кадром тестирование на черном фоне. Первые два образца это яркое серебристое хромовое серебро. Третий образец это Лесли, потом чуть приближу камеру и покажу, какие искристые частицы в нем присутствуют. Здесь хромовое серебро и вот этот образец самый темный из представителей от Николь Дайри. Каждое серебро смотрится по-своему красиво. Вот здесь образец от Лесли, мелкие искристые частицы присутствуют в этом лаке для стимпинга. Это его отличает от обычного зеркального серебра. Если вы хотите улучшить свой оттенок серебра, тогда вам потребуются пигменты. Эти я приобретала на сайте Алиэкспресс, постараюсь ссылку для вас найти и оставить в инфобоксе. Если сравнить степень зеркальности этого пигмента, можно сказать, что это самое яркое зеркальное серебро. Поскольку если сравнивать с хромовым оттенком, то хромовый будет намного темнее, нежели этот пигмент. Не бойтесь экспериментировать со своими лаками до стимпинга, в них спокойно можно добавлять разнообразные пигменты. Помимо пигмента вам потребуется и разбавитель для обычного лака. У меня вот такой с тонким носиком, а также брала вот такую канистру на 300 мл. Очаровательная вещица, миниатюрная канистрочка, но удобнее все-таки работать именно с таким флаконом, поскольку тонкий носик позволяет с точностью до капли дозировать этот разбавитель. Хромированный лак для стимпинга серебряного цвета хочу улучшить. Для этого воспользуюсь вот этим серебряным пигментом. Также мне потребуется маленькая мерная ложечка. Шарики для перемешивания, у меня они в диаметре 4 см. Приобрести их можно как в специализированных магазинах, так и в рыболовных. Важное условие, чтобы эти шарики не магнитились. Также мне потребуется разбавитель. До начала процедуры я сделала отпечаток какой лак для стимпинга сейчас. За кадром выполнила тестирование. Вот так лак для стимпинга выглядел изначально. Вот так после доработки пигментом, а это образец фабричного серебра. Посмотрите, насколько ярче стал этот лак для стимпинга и на мой взгляд преобразился. Здесь он был скучный, а здесь яркий выразительный. Не бойтесь экспериментировать со своими лаками. Делать именно такими, какими они будут нравиться вам. Далее мы с вами будем разговаривать о цвете золота. Вот эти лаки для стимпинга, между ними смело можно ставить знак равно. Они абсолютно одинаковы по цвету, по консистенции и пигментации. Лак для стимпинга Эль Каразон, он у меня представлен в двух объемах, в большом и в маленьком. Это номер 21. Как видите, он очень похож по тональности. Здорово отличается золотой оттенок от Лайсли. Он с мелкими искристыми частицами, также как и серебра. Вот эти три оттенка также равны между собой. Это золото намного желтее, нежели все предыдущие представители. Чуть не забыла о представителе от Мойра. Это цвет бледного либо холодного золота. Выполнила образцы пяти лаков для стимпинга для сравнения. Здесь у меня Лесли. Специально выбирала полурисунок для того, чтобы можно было рассмотреть всю искристость этого лака для стимпинга. Он выглядит очень необычно, искристо и выделяется из всех. Оттенок от Мойра металлизированный холодное золото. Эль Каразон и Бон Претти выглядят практически одинаково. Если есть отличия, то они практически незаметны. А оттенок от Дзюджой выглядит как красное царское золото. Посмотрите, насколько кардинально он отличается от всех предыдущих образцов. Еще раз все цвета поближе для сравнения. Далее мы с вами будем говорить о розовом золоте. Оттенок Ватсап Нейлс и два от Кац это фабричное, которое я не трогала и не дорабатывала. Оттенок от Николи Дайри я доработала, поскольку он был обладателем плохой пигментации. А вот этот красавчик мой самозамес. Оттенки от Кац здесь у меня под номерами G06 и G07. И вот таким образом выглядят все образцы. Отпечатала их в том порядке, в котором вы видите их на своих экранах. Все эти красавцы мне нравятся, каждый хорош по-своему. Сейчас мы с вами добрались к желтым оттенкам. Здесь желтые есть и посветлее и потемнее. Есть и лаки для стимпинга, пигментации которых я уверена на 100%, а есть те, которые 100% с плохой пигментацией. За кадром сейчас каждого лака для стимпинга я сделаю отпечаток. Покажу вам, как они выглядят. Итак, первый желтый лак для стимпинга, который я отпечатала, а это отпечатанный рисунок, не просто мазок. В основном с сайта Алиэкспресс. Кроме вот этого представителя, это торговая марка Клеер Джелестемпер. И как видите, он также зеленит на черном фоне. Все представленные образцы в ту или иную мере зеленят на черном фоне. Вот эти два оттенка, а соответственно вот эти два флакона, я в свое время пыталась доработать. Вот этот вариант мне понравился больше, потому что пигментация действительно у него улучшилась. Следующая партия лаков, вот эти два сайта Алиэкспресс, это два мексиканца, а это торговая марка Лесли. К мексиканцам и Лесли нет никаких вопросов, а вот те, которые с сайта Алиэкспресс, хочется лучше пигментацию. Оттенки Лесли я вам на всякий случай продиктую, если вам нужно. 30, 15, 43 и 44. Оттенок номер 403 из новой коллекции Тель Коразон, а также 05. Посмотрите, какая пигментация. Она просто супер. Представитель от WhatsApp Nails, также с роскошной пигментацией, а вот Go Stamp не дотягивают. Он зеленит. Из всех китайских представителей я решила реанимировать вот этот флакон. Исходный цвет смешала с белым, а также добавила немного вот этого оттенка. И вот такой итоговый результат получился. Камеру поближе, и вы сами можете видеть, какой отличный результат получился. Далее мы с вами будем разговаривать об оранжевых оттенках. Вот эти 4 представителя. Они сайта Алиэкспресс, и пигментация у них никакая. Этот представитель также сайта Алиэкспресс, но его пигментацию в свое время я дорабатывала. Помимо китайских представителей, здесь есть Лесли, Мунда Деунис и Калейдоскоп. Первый оттенок, который я отпечатывала, это Лесли, номер 11. Пигментация хорошая. Второй оттенок, это Мунда Деунис, его номер 53. Третий образец, это Калейдоскоп, номер 11. Все эти 3 представителя обладатели отличной пигментации. А дальше пошли китайские представители. Вот этот оттенок однозначно я когда-то дорабатывала, потому что вижу в нем шиммер. Изначально шиммера в нем точно не было. И скажу, что пигментация супер хорошая. Оранжевый оттенок от Чичин Сиси также мне кажется, что я дорабатывала, потому что что-то он слишком хорошо выглядит на черном фоне. Поскольку я помню, изначально он был очень бледный. Следующие два представителя от Бон Претти точно к ним не прикладывала руку, я имею в виду в доработке, не добавляла никакие пигменты и не смешивала с никакими лаками до стемпинга. Как вы можете видеть, результат налицо. Последний представитель оранжевого, также очень блеклый на черном фоне. В следующей корзинке я собрала все красные и бордовые оттенки. Начнем с красных. Стандартно красные китайские оттенки никогда хорошо не смотрятся на темном фоне. Все остальные, как Калейдоскоп, Мунда Де Униас, Лесли, выглядят прекрасно. Первые три отпечатанных образца – это вот эти китайские представители. Четвертый был точно такой же, я бы пыталась как-то доработать, но оттенок мне также не понравился. Не стала даже его отпечатывать, поверьте, пигментация там тоже не особо. Следующий представленный образец – это Мунда Де Униас, его номер 32, отлично смотрится на черном фоне. Очередной образец – это номер 13 от Калейдоскоп. Он у меня в двух форматах, в маленьком и в большом. Маленький, как видите, у меня уже стал заканчиваться, поэтому решила приобрести еще и большой, роскошный красный цвет. Еще один представитель этой же торговой марки, его номер 409, это обновленная коллекция. Этот оттенок немного ярче, чем предыдущий, также роскошно смотрится на черном фоне. Следующий представитель – это Лесли, его номер 5. Эти два оттенка чем-то похожи между собой, роскошная пигментация и у того и другого. И последний из представителей также от Лесли, его номер 48. Он обладатель немного малинового батона, но этот оттенок я также отнесла к красным. Далее я собрала представителей бордовых оттенков. Здесь есть шиммерные, не шиммерные, светлее, темнее, фабричные и мои самозамесы. Самый первый, который представлен на этом типсе – это номер 28 от Калейдоскоп. Роскошный оттенок с очень классными переливами. Следующий представитель, вот здесь он представлен с сердечками – это оттенок от WhatsApp Nails. Интересный цвет – красный, с золотым отблеском. Довольно-таки неплохо выглядит на черном фоне. Очередной представитель – это Лесли, номер 10. Бордовый, насыщенный цвет. И несмотря на то, что он темный, он роскошно выглядит на черном фоне. Очередной красавчик – это мой самозамес. Замешивала с пигментами и получился вот такой красавец. На очереди – Николь Дайри. Это была хромовая серия, которую я дорабатывала. Дорабатывала для того, чтобы пигментация хороша была на темном фоне. На отпечатанном квадратике – это представитель от Мойро. Это хромовая коллекция, номер его 29. И замыкающий оттенок, так же, как и начинающий, у меня от Калейдоскоп. Его номер 307. Несмотря на то, что этот оттенок ко мне пришел изначально вот в таком рассоившемся состоянии, выглядит он роскошно. Внутри имеет абсолютно равномерный цвет. Очередная корзинка, и здесь у меня коричневые, рыжие и горчичные оттенки. В основном коричневые цвета мы используем на светлом фоне. Тем не менее, тест по стандарту сделаю на темном. Как они выглядят на белом – и так понятно. Достаточно взглянуть на флакон. Никакому оттенку коричневого у меня абсолютно нет претензий, несмотря на то, что одни из них смотрятся лучше, а другие смотрятся хуже. Крайне редко эти коричневые оттенки используются на темных тонах. Как вы видите, и они будут выглядеть на них безупречно. А теперь по порядку. Первый отпечатанный образец – это WhatsApp Nails, его номер 11. Далее это оттенок от Beauty Big Bang. Очередной – это Leslie, номер 9. Затем Moira, его номер 13. Следующий коричневый – это торговая марка «Т», либо The Joy. Оттенок очень темного горького шоколада от «Йошуга». Если вы хотите получить такой оттенок, добавьте в имеющийся ваш коричневый оттенок просто черный цвет и хорошенечко перемешайте. Очередные два оттенка также от этой торговой марки, просто в новом флаконе и в старом флаконе. Как видите, цвет один и тот же. А на этом участке у меня собралось три оттенка от Katz. Здесь номера 13, 37 и не помню какой, потому что отвалился номерок. Думаю, если заглянуть в палитру продавцам, сразу станет понятно, какой это номер. Далее у нас с вами горчично-рыжая коралловые оттенки. Здесь я собрала рыжие оттенки. Первый отпечатанный – вот такой оттенок «Албон Бретти». Следующий – «Т». Третий отпечатанный – это «Николь Дайри». Как вы видите, они практически между собой очень похожи. Четвертый – это номер 16 от Katz. Пятый оттенок – вот такой малышек, при этом пигментация у него отличная. И последний оттенок – это номер 41 от Katz. Он отличается более крупным шиммером. Очередная палитра. Первый оттенок, который я отпечатала, он от Лесли, номер 46. Следом идет оттенок от «Албон Бретти». Пигментация безупречная. Номера этих лаков для слимпинга я не называю, поскольку их уже нет в продаже. Третий отпечатанный оттенок – это номер 33 от Katz. Четвертый – это «Мой Самозамес». Я их так и называю «Мой» и делаю выкраску для того, чтобы помнить, какой цвет в этом флаконе. И последний на этой палитре – номер 34 от Katz. Следующую палитру открывает номер 85 от Калейдоскоп. Далее это Лесли под номером 47. Третий отпечатанный оттенок – это «Албон Бретти». И четвертый оттенок – это Лесли, его номер 35 – коралловый оттенок. Следующие оттенки, о которых мы будем с вами разговаривать, можно сказать, что это пыльные оттенки. Всевозможные вариации я выбрала. Сейчас также отпечатаю и о каждом поговорим отдельно. Первый отпечатанный цвет, и это номер 95 от Калейдоскоп. За ним следует Лесли, его номер 37. Следующий оттенок от Katz, его номер 43. Как вы можете видеть, он идентичен оттенку от Калейдоскоп, номер 89. Красивый, пыльно-серо-лиловый – это номер 84 от Калейдоскоп. За ним следует Николь Дайри. Он похож как Брат Близнец оттенком от Бон Претти. Два этих оттенка одинаковые. И замыкает палитру также оттенок от Бон Претти. Первый из отпечатанных – это WhatsApp Nails, его номер 14. Следом идет оттенок от Katz под номером 6. Они немного похожи. А вот один в один идет следующий оттенок, который также от Katz, его номер 36. Оттенки 6 и 36 отличаются, но очень незначительно. Вот так они выглядят во флаконах, если поставить их вместе. Очередной красавчик, и это Leslie, номер 51. Они очень похожи с оттенком от WhatsApp Nails. WhatsApp Nails отпечатан самый первый на этом типсе. Пыльно-розовый оттенок решила также включить в эту палитру, его номер 22 от торговой компании Leslie. И еще один пыльный красавец, который мне захотелось включить в эту палитру, номер 36. Подборка бежевых и нежных оттенков. Первый отпечатанный образец, и это Nicole Dairy. Два следующих, один в один. Это оба оттенка от Monpretty. Один и тот же цвет, только в разных флаконах. Четвертый образец, также Nicole Dairy. Пятый, плотный, красивый, бежевый, холодный оттенок от Katz. Красивый персиковый оттенок номер 82 от Kaleidoscope. Следующий оттенок похож, только уже с розовинкой. Это Leslie номер 32. Номер 81 для меня это идеальный бежевый, вот его отпечаток. Именно тот оттенок, которым классно раскрашивать лица. Из обновленной коллекции номер 402 оттенок очень похож, единственное он слегка розовее предыдущего. Здесь номер 81, а здесь 402. И последний представитель в этой палитре из матовой серии, также от Kaleidoscope, номер 103. Красивый молочно-бежевый оттенок. В корзинке затерялся еще один красавчик, его номер 46 от Katz. Также очень красивый оттенок с отличной пигментацией. Покажу его вместе с той палитрой, с которой мы с вами тестировали. Очередная подборка оттенков. Здесь зеленые, болотные, также некоторые горчичные. Первый отпечатанный красавчик это Katz. В нем чем-то напоминает античную бронзу. Очередной образец это мой самозамес. Кстати, замешивал по мотивам того самого лака для стемпинга от Katz. Оттенок получился очень похожим, единственное рыжинки в нем слегка больше. Болотный оттенок от Leslie, его номер 14. Следующий образец это также Leslie, его номер 12. Очередной это Katz, номер 48. Оттенок с шиммером от Monpretty. На темных оттенках он слегка отдает в бронзу. Следующий оттенок также от Bornov. Эта хромовая коллекция от Nicole Dairi, дорабатывала ее пигментами для того, чтобы пигментация была хорошей. Оттенок очень схожий с доработанным. Калейдоскоп, его номер 305. Следующий образец обладатель не очень хорошей пигментации. Этот красавчик от Leslie с отличной пигментацией, номер 13. Предпоследний оттенок также дорабатывала пигментами. И последний на этом типсе представитель от Katz, его номер 40. Три потерявшихся красавчика, не помню уже из какой коллекции, они стояли просто в этом лотке, поэтому отпечатала их на отдельном типсе. Первый из них номер 31 от Leslie, отличный красавчик. Второй образец, номер 45, также роскошный. И третий номер 52, пыльный оттенок, но он расслоился на вот такие фракции, поэтому отнесла его к горчичным. Хорошенько перемешав, получился такой цвет. И для сравнения решила отпечатать оттенок 0,6 от Katz, для того, чтобы сравнить два этих цвета вместе. Они отличаются, Katz, как вы можете видеть, темнее, у S и светлее. Хотя если поставить два этих флакона рядом, эта разница практически незаметна, а на отпечатке видно хорошо. Еще три представителя зелено-болотных оттенков попали на отдельный типс. Этот оттенок от Beauty Big Bang я также дорабатывала пигментами. Второй представитель, это новая коллекция от Kaleidoscope, номер 410. И третий пристальный образец, это номер 42 от Katz. Следующая порция лака для стемпинга, здесь серые оттенки, а также серо-голубые. Первый оттенок, и это Leslie, номер 8. Второй оттенок, это Nicole Dairy, и он абсолютно похож со следующим. А следующий оттенок от Bonpretty. Оба эти оттенка одинаковые. Очередной это Kaleidoscope, номер 91, он немного с голубым подтоном. 83-й, просто серый. Красивый серо-голубой оттенок от Leslie, его номер 28. Один из моих любимчиков, это светло-серый оттенок от Beauty Big Bang. Такого второго оттенка я не встречала пока еще ни в одной коллекции. Очень красивый, с роскошной пигментацией. Оттенок от Katz, номер 45. Хочу назвать его серо-голубым. Понимаю, что голубого здесь намного больше, нежели серого, однако определила его, скажем так, в эту палитру. Как вы можете видеть, эта палитра по пигментации вся прекрасна. Далее мы с вами будем говорить о голубых оттенках. Вот эти четыре оттенка сайта AliExpress, абсолютные братья-близнецы. Они похожи один в один. Первый образец, и это от Kaleidoscope, матовая коллекция, номер 105. Второй образец, также от Kaleidoscope, и это новая серия, номер 405. Честно говоря, большой разницы между матовой коллекцией и не матовой, а также их отпечатками, я не заметила. Следующий оттенок это Leslie, его номер 19. Также бы не сказал, что он сильно отличается от двух предыдущих. Если сравнить вот так три флакона, то я думаю, большой разницы точно не видно. Как я ранее говорила, вот эти четыре оттенка сайта AliExpress, они все одинаковы. Вне зависимости от того, в новой коллекции они были сделаны либо в старой. Сейчас я говорю Open Pretty. Предпоследний оттенок это мой самозамес с разнообразными пигментами. И последний здесь отпечатанный это Moira, его номер 22. Пигментация у него довольно-таки посредственная. На отдельную палитру я отпечатала вот эти оттенки. Первый отпечатанный это Leslie, его номер 27. Далее идет Nicole Derry. Третий по счету, а также третий по номеру это Kaleidoscope. Очередной оттенок и это Katz в стеклянном флаконе. Красивый насыщенный оттенок от Katz номер 30. Красивый голубой и можно сказать даже немного с бирюзовым подтоном это от Mr. Fox. Безупречная пигментация лаков для стимпинга Mundo de Unis. Два шиммерных оттенка решила расположить также на этом типсе. Вот здесь находится Katz, а здесь Moira. Каждый хорош по-своему. Следующие образцы из моей коллекции. Начинает эту палитру оттенок под номером 15, который называется Neon Blue от Kaleidoscope. Следующий это Leslie, его номер 18. В таком расстроенном состоянии он ко мне изначально пришел. Сколько его не пыталась перемешать, все тщетно. Внутри цвет однородный и пигментация у него хорошая. Красивый голубой оттенок с лиловым подтоном. И это Beauty B-Bank. Следующий представитель это Bon Brady. Между собой два оттенка действительно очень похожи. И последний серо-голубой оттенок, он так и называется Grey Blue номер 79 от Kaleidoscope. Следующие оттенки, которые мы сами будем рассматривать, это синие. Вот эти три синих оттенка, это аналог синего красавчика от Beauty B-Bank, которого у меня осталось совсем немного. В одном из видео мы вместе с вами их дорабатывали и, скажем так, подгоняли под тот самый оттенок. Вот этот оттенок, это Gratol. Следующий оттенок от Nicole Derry, и его я дорабатывала самостоятельно до такой пигментации. Синий металлик, это старичок, как он пройти. Из новой коллекции похожий оттенок, но они все-таки отличаются. И последний здесь отпечатанный, это голографик от Leslie. Чуть позже этот оттенок также будет мелькать в видео, поскольку голографические лаки для стемпинга также есть в моей коллекции. Сделаю отпечатки так, чтобы все можно было сравнить. Продолжение синей коллекции. Первый отпечатанный оттенок, это Chichen Sisi. Этот красавец из неоновой коллекции. Эту неоновую коллекцию я дорабатывала пигментами. Whatsapp Nails. Оттенок красивый, насыщенный, пигментации, вопросов нет. Синяя основная коллекция от компании Bonfretti. Следующие три оттенка, Chichen Sisi, Bonfretti и Nicole Derri, практически абсолютно одинаковые. А сейчас самые темные представители синих. Некоторые оттенки хорошо просматриваются на черном фоне, некоторые не хорошо, но они идеально подойдут для светлых тонов. Первый отпечатанный образец, и это Leslie, его номер 6. Следующий, и практически малозаметный, это представитель от Bonfretti. Третий по счету, это Katz, его номер C10. Четвертый образец, это вот такой малыш. Следующий, это Leslie и его номер 42. За ним следует также Leslie и номер 49. Темный красивый синий цвет от Bonfretti. И последний оттенок синего, можно сказать, что он витражный, но он очень роскошно смотрится на светлых фонах. Сейчас мы с вами подобрались к сиренево-лиловым оттенкам. Здесь у меня пристально 9 образцов, однако сделано 8 отпечатков. Последние три оттенка, они абсолютно идентичны. Это Николь Дайри, Хорноута и Bonfretti. Оттенок от Николь Дайри не стала отпечатывать, поскольку они абсолютно одинаковые. Следующий образец идет от Leslie, его номер 38. Затем красавец от Beauty Big Bang. Следующий представитель, это 87 номер от калейдоскоп. Рядом с ним решил отпечатать и номер 78. Здесь 78, а предыдущий. Вот здесь 87, а здесь 78. Высветленный красавец от компании Мойра. Его номер 16. И самый светлый образец, это номер 104 из матовой серии от калейдоскоп. Очередная подборка начинает ее Мондо де Умис. Номер этого оттенка 54, называется он Ирис. Далее представитель от Leslie, его номер 26. И еще один представитель Leslie, его номер 41. Следующие три оттенка Николь Дайри, Лула и Bonfretti практически одинаковы. Различия между ними очень минимальны. И замыкает эту палитру также представитель от Leslie, его номер 20. Очередная палитра начинается с Мойра. Номер этого лака для стемпинга 28. Это хромовая коллекция. Следующий представитель дорабатывала пигментами. Третий пристальный образец, это номер 309 от калейдоскоп. И пятый из коллекции Chi-Chen CC, насыщенный фиолетовый, без каких-либо шиммеров и примесей. Следующая палитра начинается с вот такого роскошного шиммерного оттенка. Следующий представитель доработан мной пигментами. Результаты работки мне нравятся. Вот этот образец, это красавец от Beauty Big Bang. Посмотрите какие в нем роскошные переливы. Этот оттенок я ничем не дорабатывала, он изначально был такой. Очередной представитель это Bonfretti. И последние три оттенка это Leslie. Номер 39, номер 40 и очень темный синий, как мне кажется немного с фиолетовым подтоном, номер 50. Со временем лак немного расслоился и вот здесь видны фиолетовые нотки. Дальше мы будем с вами беседовать о зеленых оттенках. Здесь у меня два оттенка от Klee Gilles Temper. Не хотел их никуда разделять. Номера их 11 и 12. Один из них насыщенный зеленый, а второй неончик. Следующий шиммерный красавец от Groton. Его номер 9. Далее это хромовая коллекция от Moira, номер 27. Также шиммерный оттенок от Bonfretti старой коллекции. Из новой коллекции шиммерный красавец отличается от предыдущей версии. В нем больше искристых частиц. Также в эту палитру решила включить и свой самозамес. Оттенок красивый, зеленый и немного хамелеонистый. А вот следующий представитель самый настоящий хамелеон. На светлых оттенках он смотрится нежно-салатовым, а на темных фонах вот таким красивым лилово-фиолетовым. Зеленую палитру продолжает оттенок от Leslie, его номер 17. Следующие два оттенка это оттенки от Bonfretti в разных форматах флаконов. Оттенок у них абсолютно одинаковый. И следующие 1, 2, 3, 4, 5 цветов. Они идут от Beauty Big Bang, Yua Shuga. Маленький флакон, также Nicole, Derry и Katz. Это абсолютно идентичные оттенки. Плюс-минус, возможно где-то полтона, но можно сказать, что все они абсолютно в одной тональности. Предпоследний оттенок это номер 39 от Muda Dummies. Цвет называется авокадо. И крайний оттенок на этой палитре номер 38 от Katz. Следующую палитру начинают также два флакона от Bonfretti в разных форматах, при этом с одним оттенком. Очередной представитель и это калейдоскоп номер 08, светло-зеленый. Далее это Leslie номер 16. Оттенки с калейдоскоп очень похожи. Следующие 4 оттенка выглядят практически одинаково на черном фоне. Следующий оттенок номер 404 из новой коллекции калейдоскоп. Очередной номер 401, также из новой коллекции калейдоскоп. Теперь два этих оттенка вместе для сравнения. Завершает эту палитру Muda Dummies номер 52. Следующие 4 оттенка я отнесла бы пыльно-зеленым. И можно сказать, что вот эти три практически идентичны, несмотря на то, что они абсолютно разных производителей. Первый из них номер 408 от калейдоскоп. Второй это Leslie номер 29. И третий представитель номер 35 от Katz. Сейчас все три оттенка вместе вы можете видеть, что разница у них минимальна. Последний представитель пыльно-зеленых оттенков номер 14 от Moira. Следующая палитра насыщенные зеленые оттенки, я бы сказала даже изумрудные. Сюда я решила добавить Leslie номер 17, несмотря на то, что с вами мы его рассматривали на другой палитре. Добавила просто для сравнения. 29 от Katz, очень классный зеленый. Далее это Born Pretty. Красивый изумрудный оттенок от Katz. Его номер C22. И самый, на мой взгляд, изумрудный, к сожалению, камера его передает совсем не таким, какой он есть в жизни, оттенок от Chichin Sisi. Сейчас мы с вами подобрались к мятным оттенкам, и первый образец здесь у меня от Bonfretti. Следующий образец от Muda de Unis. Его номер 24. Очень красивый и плотный цвет. Третий по счету образец также от Bonfretti. Четвертый это Katz номер C08. Далее следуют два образца от Bonfretti и Nicole Derri, которые абсолютно одинаковы. Мятный оттенок под номером 06 от Kaleidoscope. Следующий за ним номер 107 из матовой серии. Показываю специально два поближе, чтобы вы могли рассмотреть разницу. И последний, также мятный оттенок номер 72 от Muda de Unis. Классный мятный оттенок номер 28 от Katz. Следующие два образца от Kaleidoscope. Первый отпечатан номер 90, как вы видите, он полупрозрачный. Номер 17 намного плотнее. Два следующих образца, один от Bonfretti, второй от Nicole Derri, выглядят абсолютно одинаково. Пусть не пугают вас белые разводы на стенках этих флаконов, они изначально ко мне такие пришли. Внутри на цвет лака это никаким образом не влияет. Кстати, флакон от Nicole Derri смотрится слегка зеленее, нежели от Bonfretti. На самом деле цвет лака для стемпинга идентичный и в одном, и во втором флаконе. В старом формате флакона оттенок хорош по пигментации. Номер 39 от Katz, роскошный красавец. Пыльный мятный оттенок. Немного похожий с ним от Leslie, номер 7. Очередной это номер 86 от Kaleidoscope. Вот эти вкрапления пигмента были во флаконе изначально. Ничем я его не дорабатывала, это родной оттенок. Красивый голубой с мятным подтоном. Однако камера почему-то упорно его передает, просто голубым. Близкий к нему оттенок от WhatsApp Nails, его номер 26. Красивый, сложный морской оттенок. Кстати, практически весь флакон я расходовала на то, чтобы выполнить конкурсную работу для чемпионата. Кто давно подписан на мой канал, тот знает, что я заняла в международном чемпионате первое место в номинации стемпинг. Фото и видео постараюсь вставить здесь, в моем экране. Следующая палитра ее начинает Лакля Стемпинга от Go Stamp, его номер 77. Флакончик совсем малюсенький, а оттенок очень приятный. Цвет морской волны с золотом. Переливы у него реально красивые. Визуально на него похож оттенок от Miss Charing. Он отпечатан следующим. Как видите на черном фоне, он дает немного другой эффект. Далее идет мятный оттенок. Если не ошибаюсь, судя по вот этому голубому блику, я его старалась доработать пигментами. И результат того, как он выглядит на темном фоне, мне очень нравится. Далее также мой замес лаков для стемпинга. Вот такой металлизированный зеленый оттенок. И последний оттенок на этой палитре, также мой замес. Сейчас мы подобрались к розовым оттенкам. Первый отпечатанный образец у меня от Галейдоскоп, это номер 406. Второй от PT Big Bang. Номер 04 от Галейдоскоп. Следующий это мой самозамес, и как я вижу, нужно его хорошенечко еще доработать. Очередной образец Mundo de Unes, его номер 15. Следующие два образца это Boncretti. Вот этот шиммерный красавец, это мой самозамес. Следующие два образца абсолютно идентичны, только от разных производителей. Роскошный розовый металлик, мой самозамес. И последний образец представленный на этой палитре, Leslie номер 34. Нежнейший розовый выбеленный оттенок, калейдоскоп, номер 106 из матовой коллекции. Следом за ним идет Leslie, его номер 21. Потом идет мой самозамес. Видео с самозамесами есть на моем канале. Ссылку оставлю в инфобоксе. Далее Leslie, номер 33. Обновленная коллекция от калейдоскоп, номер 407. Это следующий представитель. Затем идет Moira, номер этого лака для стемпинга 19. Розовый оттенок от Boncretti из старой коллекции. Два одинаковых розовых оттенка, только от разных производителей. Они слегка с шиммером и не с очень хорошей пигментацией. И последний представитель от компании Boncretti. Нежный розовый оттенок. Бордовые оттенки, а также розовые, представлены на этой палитре. Первый из образцов это номер 88 от калейдоскоп. Несмотря на то, что оттенок темный, мне нравится, как он виден на черном фоне. Чего не скажешь про аналогичный оттенок от Nikol Dairi. На черном фоне его практически не видно. Оттенок от Boncretti отличается от предыдущего, тем более его лучше можно рассмотреть на темном фоне. Вот этот отпечатанный образец и эта хромовая коллекция, которая дорабатывала пигментами. Предыдущий вариант очень получился похож на следующий. А это оттенок от калейдоскоп номер 310. Следующий образец отличается от тональности от предыдущих. Это лак для стемпинга Lina. В моей коллекции они немногочисленны, всего лишь два лака. Решил отпечатать их рядом, чтобы не терять. У обоих прекрасная пигментация. Этот лак для стемпинга я дорабатывала пигментами. Голографик от Leslie, его номер 24. Следующий представитель также от Leslie, его номер 23. Следом идет калейдоскоп номер 93. Шиммерный красавец от Katz, его номер G10. Хромовая коллекция от Nicole Dairi, доработанная пигментами. И последний представитель на этой палитре от Boncretti. Красивый цвет фуксии начинает следующую палитру. Номер этого оттенка 20. Роскошный, красивый, яркий, сочный, выразительный. Это от Katz, номер Z08. Следующий это Mundo de Unis, его номер 21. Следующий оттенок от Boncretti. За ним следует Nicole Dairi. Еще один образец от Boncretti, только уже без совсем хорошей пигментации. В этом маленьком флаконе яркий, вкусный, насыщенный цвет. Последние два оттенка это мои самозамесы. И вот наконец мы с вами добрались к неонам. Первый образец это калейдоскоп номер 16. Неоновый зеленый. Следующий представитель я его дорабатывала неоновыми пигментами. Третий образец и это Katz. Номерок, к сожалению, у меня не сохранился, поэтому не могу сказать какой. Красивый зеленый с золотым шиммером. Номер этого красавца Z07. Следующий представитель и это неон от калейдоскоп номер 09. А этот аналогичный оттенок я дорабатывала неоновыми пигментами. И последний на этой палитре от калейдоскоп номер 92. На черном фоне его практически не видно. Он предназначен только для светлых оттенков. Следующую палитру начинает также калейдоскоп, его номер 75. Рядом с ним решил отпечатать также от этой компании номер 10. Два неоновых представителя вместе. Следующий это Мойра номер 20. Затем также калейдоскоп номер 73. Следующий яркий насыщенный неон от Katz. Следующие 4 оттенка после Katz идут от компании Monpretty. Все эти оттенки я дорабатывала неоновыми пигментами для того, чтобы они выглядели так, как они выглядят сейчас. Изначально они были очень блеклые. Последний оттенок это Мой Самозамес. Он не очень хорошо выглядит на темном фоне, я об этом прекрасно знаю, делая его специально для светлых оттенков. Следующая порция неонов, первая из них London de Unis номер 69. Далее также неоновая коллекция от Monpretty, доработанная пигментами. Затем идет красивый насыщенный оттенок от Lula. Следующий Чичень Сити. Очередной это также доработанная неоновая коллекция. После этого идут 3 красавца от Kaleidoscope. Первый из них номер 71, второй отпечатанный номер 14 и следующий номер 77. Как вы можете видеть, все с отличной пигментацией. А теперь все 3 оттенка поближе. Следующий это Go Stamp. Номер этого лака 35. Предпоследний это Katz. И последний отпечатанный на этой палитре номер 70. И вот мы уже с вами подобрались к лакам для стемпинга со спецэффектами. Здесь у меня голографики. Первый голографик от Monpretty. Голография у него есть, она красивая, но не настолько ярко выражена, как у следующего образца. А это красавчик от Kaleidoscope под номером 56. Роскошная голография, посмотрите какая яркая, плотная и насыщенная. Она очень круто выглядит, абсолютно на любом фоне. Как я ранее говорила, мы вернулись к голографикам от Lesley. Напомню, что голубой это номер 25. И розовый под номером 24. Следующий голографик у меня в золотом оттенке от Beauty Big Bang. Все остальные образцы также китайские представители голографии. И голография у них очень яркая и красивая. На следующей палитре у меня представлены хамелеоны. Потрясающие, роскошные, красавцы. Первый образец, помимо того, что это хамелеон, это еще и кошка. Этот эффект возможно достичь, если вы пользуетесь обычным лаком. Необходимо выполнить стейкпинг дизайн, затем покрыть прозрачным топом, магнитом выполнить блик и получить роскошный результат. Следующий образец под номером 61. Предыдущий был номер 60. Это также кошка. Хамелеонистая, красивая, роскошная кошка. Третий образец под номером 59. Это также кошачий, красивый хамелеон. Номер 52. Роскошный, красивый хамелеон. Огненный рыжий, с золотыми и голубыми переливами. Это красавец под номером 53. И еще один не менее зарыбательный оттенок. Его номер 27. Здесь жемчужный оттенок. Это мой самозамес. Для замеса использовал жемчужный оттенок пигмента. Золотым отплеском. Оттенок получился очень изысканный. Второй жемчужный представитель. Это фабричный вариант КАЦ. Его номер Z01. Этот красавчик имеет зеленый отплеск. Красивый жемчужный белый. Вот он прийти. Этот хамелеонистый красавец. Из коллекции Beauty Big Bang. Насыщенность у него была, конечно, не такая яркая, как сейчас. Дорабатывала его втиркой. Сейчас это просто бомба, а не лак для стемпинга. В свое время в этой хамелеонистой коллекции было представлено еще два оттенка. Которые отпечатаны вот здесь и вот здесь. Они, конечно, не настолько яркие и выразительные, как предыдущие. Потому что предыдущие, напомню, что я дорабатывала втиркой. Как раз таки в том видео, где делала самозамесы лаков для стемпинга. Для этих оттенков тоже хочу подобрать втирку. Для того, чтобы они стали намного выразительней. Интересный, яркий и выразительный хамелеон у от Bomb Freddy. Вот в таком маленьком формате флакона. Следующие три образца это также хамелеоны от этой торговой марки. Интересный оттенок от Miss Cherring. Посмотрите, какой здесь замес. Вот этот образец от Miss Cherring мы также с вами рассматривали, только немного ранее. Решила сюда добавить и малютку от GoStamp. Напомню, что это номер 77. Красивый, яркий, насыщенный и выразительный хамелеончик. Далее, это термолаки для стемпинга. Не стала бы крашивать их на палитры. Они есть в том самом видео, где мы делали с вами самозамесы. Еще один интересный образец хочу вам показать. Этот вакончик у меня от Kledger de Stemper. И здесь светящийся в темноте лак для стемпинга. На самом деле, этим лаком с пластинами пользоваться абсолютно невозможно. Кто в этот раз встречался с тем пигментом, который светится в темноте, прекрасно знает, что это не пигмент, а мелкий-мелкий песок. И таким лаком можно только испортить пластины. Этот лак у меня давно, он далеко уже не первый год. Как видите, он немножко пошел комочками. Сейчас я добавлю сюда разбавитель и просто тщательно перемешаю. Этот лак можно использовать для раскрашивания. В принципе, такой вы можете сделать самостоятельно. Берете прозрачный лак, тот самый пигмент, который светится в темноте. Конкретно этот светится салатовым. Хорошенечко размешиваете и получаете лак для реверсивного стемпинга. То есть для раскрашивания. Он отлично подойдет. Для просто выполнения стемпинг-дизайна этот лак не подходит. После перемешивания лак стал намного жиже. И он будет удобен в использовании. Сейчас хочу поговорить о специализированных, так называемых, липких лаках. Два представителя у меня от компании Мойра и два от Данс Легенд. Белые и черные оттенки от Мойра в моей коллекции уже много и много лет. Честно говоря, сейчас точно не вспомню, лет 6 им точно, каждому. При этом, как вы можете видеть, эти лаки абсолютно живые. Ничего с ними не случилось. Они не засохли, не скомкались. И вообще с ними ничего не произошло. Такое ощущение, что вы только что его купили, пришли из магазина и можно использовать. На эти лаки можно переносить фольгу, втирки и даже мелкие блестки. Не так часто я использую эти лаки по назначению, поскольку, на мой взгляд, они абсолютно бесполезны. Все те же самые манипуляции можно делать и с обычным лаком для стемпинга. Главное условие, чтобы ваш лак для стемпинга не сох моментально. Вот эти два отдельных представителя сегодня покинут чат, точнее, они отправятся сразу в мусорку. Дата изготовления 20-й год. На обороте указано, что они годные 12 месяцев после вскрытия. То есть, можно сказать, что в 21-м году, по идее, они уже вышли из срока годности. Сегодня у нас 24-й год, то есть 3 года они уже как просрочены. После покупки ни разу ни одним, ни вторым я не воспользовалась. Получила заказ, посмотрела, что за лаки, открутила флаком, посмотрела на консистенцию, поставила на полочку и забыла. Но, к сожалению, воспользоваться у меня им так и не получилось. Во-первых, в какой вид пришел сам флаком? Вот эти ручки, которые были изначально софт-тач, стали липкие, неприятные и вообще неприятные на ощупь. И вот такая ерунда у меня случилась. Условия хранения у всех лаков для стемпинга у меня одинаковые. Поэтому сказать, что этот где-то стоял на солнышке, либо наоборот перемерз, такого нет. Судя по тому, что с ним случилось, мне он напоминает клей. Китайский клей для фольги. Не гель-клей, а самый обычный клей. Вторая ручка у флакона примерно с той же самой картины. Она вся потрескалась, на ощупь липкая, неприятная. Но на удивление, лак здесь жив и здоров. Поделитесь со мной в комментариях, у кого в коллекции есть вот такие лаки. И как долго они у вас прожили. Либо они у вас живут по сей день и все с ними хорошо. Решила я улучшить эти два хамелеончика. Для этого достала книжку по литру и смотрю, какие оттенки лучше всего для этого подойдут. Номера автира, которые я подобрала для улучшения этого лака для стемпинга, оказались кошкой. 108 это кошка и номер 137 у меня также кошка. Лак у меня практически новый, поэтому часть лака для стемпинга я отолью в другой флакон, чтобы было куда поместиться в тирке. Увлеклась процессом по улучшению лака для стемпинга и совсем не обратила внимание, что в камере села батарейка. Второе сделаем вместе. Продолжение следует... После добавления в тирок получился улучшение лака. Вот такой результат. Сейчас, конечно же, мы его с вами протестируем. Мне нравится, как эти лаки для стемпинга выглядят на чёрном и на белом фоне. Доработка однозначно пошла им на пользу. Они стали намного эффектней. В сравнении с тем, какие они были изначально. Такое количество лаков для стемпинга я придумала, что покидает мою коллекцию. Есть разнообразные бренды. И Мойра, и Гоу Стемп, и Ватсап Нейлс, Вон Бретти и многие другие. Уверена, что это не одна корзинка. Скорее всего, что у нас собирается ещё одна такая же. И, честно говоря, я этому рада. Поскольку за много лет увлечения стемпинг-дизайном у меня собралось много одинаковых, можно сказать, дублирующих друг друга оттенка. Это видео получилось очень трудоёмким. За кадром было сделано намного больше работы, чем в кадре. Надеюсь, из этого видео вы почерпнёте какие-то полезные для себя моменты. И по традиции, кто досмотрел видео до конца, просьба написать в комментариях о ромашке. А на этом я сегодня буду с вами прощаться. Всего хорошего! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok